В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги о судоходстве на реке Вятки. Послушать автора Павла Старостина пришли его друзья, коллеги, известные вятские краеведы. Все подробности у Ивана Швецова. История вятского судоходства насчитывает не одну сотню лет. Основатели нашего города, древние новгородцы, приплыли сюда по Вятке. Река долгое время была основной транспортной артерией региона. Однако именно 60-е и 80-е годы 20 века стали для судоходства временем наиболее стремительного взлета. И столь же стремительного упадка в 90-е годы. Я принял это предложение Старостина на Ура, так сказать. Потому что, как вы знаете, у нас связка пароходства перестала существовать. Остались у нас только там ветераны флота. И поэтому я только за эту книгу. Сам пытался, много работы сделал, чтобы эта книга вышла. Написал раздел «Квартиров». В книге есть множество фотографий, документов и воспоминаний очевидцев. Огромный труд пришлось проделать ее автору и вдохновителю Петру Старостину. Вот здесь в архиве я сидел длительное время. Это начало, понимаешь, уже полтора года мы эту книгу все составляем. И в конечном итоге она вышла вот в этом 1 октября, ой, 1 июля этого года. Полтора года мы с этой книгой добывали и работали. Это очень тяжелый и напряженный труд. Трудно переоценить значение этой книги для нашего краеведения. Автор, можно сказать, успел вскочить в последний вагон уходящего поезда. Еще чуть-чуть и спрашивать об истории вятского судоходства было бы просто некого. Кировчане теперь имеют уникальную возможность из первых уст узнать, как работал вятский порт. А значит, получите ценную информацию для восстановления судоходства, когда для этого придет время. Иван Швецов, Денис Сружков, Вести, Кировская область.